11 мая четвертая часть для сравнения смотрим как прошла зимовка в деревянном улье лежит там еще с марта рамка который подкармливал канди закончилась положил рамку ну заодно и посмотрим как они освоили слушали медок о рамочку подчистую все распечатали все скушали я переживал как они под холстик пройдут оказывается не проблема под холстик они залезли сделали так что-то на нас о как прилепили прилепили красавицу вау вот это да а снизу вообще не тронули несмотря на то что есть был проход снизу для пчелы я думал они наоборот нижнюю часть освоит а вверх как-то не возьмут получилось ровно наоборот сверху взяли мед снизу нет такая интересность получилась даже не думал интересно с чем это связано какая особенность стараясь быстренько глянуть кажется мне эта семья в роевом находится есть такое ощущение поведению пчелы у литка думается что она в роевом ну пчелы тоже сами видите богата мед перга рамка чистая нормально вот чистый рамка чистая плесени нет это матка у меня прошлогодняя здесь тот самый пчелопакет который мне принес 48 килограмм метку расплод вот маточка тоже белая как игрушки белыми чтобы видно было сразу чистая хорошая рамка ничего не плесени я засеяна я просто шикарно мисочка там уже и яйца лежат да надо будет отводок делать с этой семьей я тоже хочу сделать небольшой скажем эксперимент попробовать еще одну систему пчеловождения это один корпус сверху магазина я тоже попробую понять все таки что и где лучше вот они в миске там уже яички лежат буду делать отводок попозже уже не сегодня я уже не могу сегодня времени нет но рамка чистая смотрите сок чистый рамка чистая все хорошо сделаю отводок потом уже тогда поставлю буду переводить на вовождение с магазинами отстроенный ну нет ничего ни в одной семье на языках где были языки не заложили ни одна матка ничего нигде не засеяла чисто чисто там личинка уже даже есть тоже чистый сот нормально сейчас многие подумают что я наверное рекламирую деревянные ульи нет он какой тоже ни одного яйца нет расплод засел рамка чистая сок чистая пчела мне понравилось пчела пакета меда принес и перезимовала хорошо миролюбивая заказывал пчела пакет ну как обещал если верить поставщику что это Белоруссия не знаю откуда Белоруссия не Белоруссия но нравится нормальная пчела все здесь отлично ну все чистенько аккуратненько вот это кстати единственная семья которая у меня пошла в зиму без трутней все остальные с трутнями как я говорил она единственная без него вот там какие чисто чисто расход засел отлично вот вы знаете несмотря на то что даже если вот так вот здесь все в дальнейшем будет хорошо ни плесни ничего ну все таки ульи из пены мне нравится больше ну не знаю почему ну знаете бывает вот такое нравится и все нравится больше все таки они полегче мне например ну очень тяжело их тягать практически невозможно чистый шлот все хорошо миска очень тяжело мне тягать их деревяшки поэтому буду использовать все равно конечно и дерево и то буду продолжать использовать пена нравится больше удобно здорово единственно конечно вопрос зимовка решить тогда вообще проблем не будет так ну вот здесь удачи чуть-чуть подгажем вот он снизу да пошла плесень черная одна рамка это уже это уже мелочь вот сравнение пять семей ППС показал дерево хотелось решить проблему черной плесенью гулях ППС еще что-нибудь придумать наверное и тогда все будет здорово ладно не буду затягивать ролик всем удачи это вот дно вам точно не показать что на дне творится потому что его мне реально не поднять буду ждать напарника приедет уже потом сделаю почти еще основное вы видели перезимовали неплохо если бы не моя травма то приехал бы вовремя все проверил очистил бы как надо уже бы вторые корпуса поставил бы наверх расширил бы семью но к сожалению получилось как получилось так ну что ж друзья коротенький итог всего этого деяния улья в пене в пене зимовка под пленкой все отпадает с этой с одной семьи я достал не помню там раз сколько рамок 4 с другой рамки 4 наверное но это не важно то есть плесневелый сам сот и плесневелые рамки черная плесень тут тоже плесневелый сот рамки единственное что это если зимовать то сокращали гнездо поставить заставные чтобы было пространство между дном и заставной достой чтобы заставляться лучше бы хотело а так это верхняя вентиляция не хорошо но отлично мне понравилось и вентиляция там где холстик вместо пленки здесь мне вот в этом улье мне показалось что кормов осталось больше расход кормов был меньше в деревянных ульях тоже зимовка понравилась причем зимовали также открытое дно пустой корпус холстик подушкам в следующем году наверно ну не в следующем году получается в этом году пущу зиму половина семей с верхней вентиляцией половина под холстиком и тогда уже по количеству можно будет определить все-таки что из этого лучше что хуже и конкретно определюсь как лучше зимовать но под пленкой все это это утопия пленки там какие-то кормушки сверху ставить пеноплексы там уплотнять утолщать пенопластом там и прочим прочим все это отбой вот два таких способа буду зимовать и не более не более ну на этом все всем удачи пока пока